Какие эмоции сейчас после матча? Ты общался с тренером вратарей команды Донбасса, с Евгением Брулем. О чем здесь не секрет общались? Как я думаю, ни для кого не секрет, что есть своя компания вратарей. Мы там всегда друг друга подсказываем. Тем более он поопытный, он поигравший, он мне подсказал, где я сделал ошибки. Скажу честно, сказал, чтобы я не бегал, как собака за шайбой, можно так сказать. Помимо Агения Васильевича, я знаю, у тебя еще дружеские отношения с Витей Захаровым. Не обидно, когда встречаешься с друзьями и такой счет? Да у меня в Донбассе, вот я хорошо дружу от самого, буквально, можно сказать, с детства с Дмитрием Илотенко. Немножко позже стал дружить с Витей Захаровым. Ну, в принципе, многих знаю. Конечно, обидно. Витя пять игр не мог забить никому гол, а тут мне там, по-моему, сколько он, шесть или пять крутил. Я не знаю. Немножко неприятно, но это хоккей, я никакой обиды не держу. Но он меня обыграл, молодец, я его поздравлю дома. Потом, если придет в гости. Начинается третий круг. Какой у команды настрой на завершение, на концовку чемпионата? Ну, какой может быть настрой? Только на победу, как у всех команд. Ну, мы все прекрасно, все понимают. Все прекрасно, всем понятно. У нас как бы есть соперники, с которыми мы можем бороться, которые мы должны выигрывать. Если бы у нас немножко что-то было бы получше, допустим, в тех же условиях, то мы бы, скажу честно, могли бы и Витясь. Хотя бы какое-то там очко одно-два забрать. И могли бы не пропускать по 21 уголу. Продолжение следует...